так всем привет с вами алексей скоро будем выкапывать отводочки вот они уже соломку от греб подрежутся и будут выкапываться все готово ну как обычно один и тот же вопрос у меня минимальный заказ от 10 штучек вы знаете так как я сейчас работаю сам помощников нет практически и скажем так и нацелен я на людей которые хотят засадиться фундуком посадить его было достаточное количество на участке на небольшом участке но это 50 штучек примерно там 30 20 да ну но никак не один два три там поэтому минимальный заказ 10 штук потому что мелкая розница она очень геморрой на у меня крупная розница сейчас и средняя розница назовем так но безвыходных ситуаций не бывает я неоднократно об этом говорил поэтому послушайте пожалуйста внимательно для тех у кого якобы нет места во первых участок и нет места потом за какие-то безумие там 17 суток ребята то ну как это нет места на 17 сотках вы о чем даже шесть суток вполне можно без проблем не сделать фундук посадить его вот так вот ну с расстоянием где-то метра 3-4 между собой это 10 10 саженцев 30 метров где-то вообще возле забора на солнечной стороне можно можно без проблем есть много разных способов но я сейчас расскажу вообще такой который уже рассказывал но видно не все поняли сейчас более подробно называется турецкая технология я высаживал по турецкой технологии отличная тема принципе все растет просто тогда я немножко недопонял как это из-за брака информации сейчас все понятно и так значит смотрите представим вот одна ветвь взрослая вот она идет вот мой рост часом палочка покажу вот заканчивается и дальше 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 выше она пошла она достаточно компактно сейчас издалека покажу вот такого плана она компактно и дает немало орехов то есть внизу у нас столб можно одну такую ветку ну одну же вы не купите один саженец правильно поэтому турецкая технология это по кругу вот здесь вот вот эта ветка у нас и вот здесь вот круг диаметром метр но так вот и будут можно вот представить как будто вот здесь у нас диаметр метр как раз примерно так и получается значит растение можно высаживать не под уклоном как здесь здесь уклон где-то примерно не 45 нет ни в коем случае одета примерно градусов 70 примерно под 70 градусов будет великолепно вот так вот так вот сюда общем в разные стороны 5 штук можно высаживать прямо а потом со временем вот так вот побеги у вас немножко его наклонить если надо вставить палочку и веревочкой вот здесь вот раз привязали и наклонили только вот допустим у нас 45 под 45 не надо потому что потом подражаем она у вас еще склониться нет вот где-то в районе вот так как она есть это примерно 70 раз то есть у нас получается по кругу круг диаметр метр-полтора у вас прекрасные растения пусть они развиваются растут разные сорта можно будет прекрасно опыляться и вы получите ну достаточное количество орехов с одного такого вот пятачка который вверху там где-то будет расти никому не мешая и вот здесь уже можно высаживать ваши любимые картошечку помидорчиков этот фундук никак не повлиять через в районе пяти метров можно посадить такой же самый круг по турецкой технологии диаметр метр-полтора пять растений можно прямо а потом из поросли которая пойдет те растения пусть растут орехи будете плачать а из хорошие сильные поросли просто подпригнете немножко и получите 5 хоть 10 разных сортов можно так заказать допустим 5 разных сортов по две штучки высадить в круг все будет переопыляться вот он пожалуйста если кто хочет у меня заказать вообще без проблем как это можно сделать поэтому место для фундука есть просто к сожалению не все об этом знают и не все его пытаются искать вот один из вариантов вариантов бывают еще так называемые квадраты то есть можно метр на метр на метр квадратом можно кругом как я уже сказал метр-полтора диаметр 5 штучек на квадрат получается четыре штучки можно треугольничек соответственно будет три штучки в треугольнике вот такая ситуация ребят очень важное видео не все знают на самом деле не все знали и может у вас прекрасно расти фундук я уже не говорю о том что можно выкорчевывать и нужно всякую ерунду там какие-то старые ненужные сливы которые все болевые боляю болявые клубники которые плохо под на плодоносит и вообще все то что вас не устраивает все надо убирать и находить место под фундук потому что поверьте среди других культур он однозначно выигрыш и он того стоит чтобы им заниматься кому понравилось давайте поставим лайк фундуку подпишемся на канал обязательно с колокольчиком потому что сюда будет приходить вся информация о фундуке очень важно очень полезно в том числе и посты я буду размещать что когда нужно делать кому что непонятно комментарии всем спасибо огромное кто смотрел всем привет из харьковского района всем пока